МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре вынесли приговор банди, которая почти год не давала спокойно спать коммерсантам. Ливень и сильный ветер. Какие еще сюрпризы ждать от неласкового мая? Сегодня исполнилось 5 лет со дня назначения Николая Меркушкина на пост губернатора Самарской области. Президент России Владимир Путин принял соответствующее решение 10 мая 2012 года. Ранее Меркушкин 17 лет возглавлял республику Мордовия. За 5 лет на посту главы 63 региона он, по мнению экспертов, эффективно лоббировал интересы Самарской области на федеральном уровне. В итоге в губернию привлечено более 200 миллиардов рублей из бюджета страны. В результате регион вышел на лидирующие позиции по целому ряду определяющих показателей. Так он занимает первое место по числу участников и объему финансирования в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Также Самара лидер по объемам дорожного строительства. За 5 лет в Самарской области запущено 64 новых промышленных производства. Также при Николае Меркушкине губерния вошла в число основных сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году был собран рекордный урожай зерновых. «Изменения произошли. И качество строек, и отношение строителей самих стало иным. И взаимоотношения с властью другие совсем. Но если в целом брать, у нас еще очень много работы для того, чтобы все уровни, все сферы, в том числе общественности, институты гражданского общества были активно вовлечены во все процессы, правильно понимали, не то, что правильно, а понимали эти процессы и в силу своих сил, возможностей делали то, что от них зависит от того, чтобы улучшалась жизнь на Самарской земле». В эти минуты пресс-конференция губернатора продолжается. На месте работает наш корреспондент. Будем ждать подробностей в следующих выпусках. За решетку вслед за главарем. В Самаре осудили банду, которая около года запугивала предпринимателей. Обвинительный приговор выслушали 8 человек, и у некоторых сдали нервы. Алина Чемерес тому свидетель. Так называемая банда Потапова, по версии следствия, орудовала в регионе с декабря 2014 года. Ее основатель Максим Потапов создал преступную группу, едва освободившись из колонии. За сообщниками далеко ходить не стал и привлек бывших заключенных. Банда просуществовала всего год, работала по заказу. Преступников задержали во время очередного разбоя. Первыми за решетку отправились лидеры, а вслед за ними и остальные. «Чтобы ваши близкие и сторона сдали». Так подсудимые реагируют на только что вынесенный обвинительный приговор. Главарь банды Максим Потапов осужден на 9 лет в ноябре прошлого года. В тюрьме и трое его подельников. Сегодня судят тех, кто только исполнял заказы. Мишенью разбойников были предприниматели, с которыми хотели свести счеты их конкуренты. В деле шестеро потерпевших, но их может быть гораздо больше. «Поджигали автомобили, избивали, но все за определенную плату. Стреляли, людей наносили телесные повреждения с помощью оружия. И последние преступления 2 сентября 2015 года они совершили разбойное нападение на Сарафанову. На автотрассе Урал-М5 между Самарой и Тольятти. Настя Тольятти перевозила определенную сумму денег, они на нее напали, прострелили ей ногу. В результате завладели крупной суммой денег». После этого случая и начал распутываться преступный клубок. Оказалось, что кроме разбоя было и убийство. От рук бандитов погиб их же сообщник. Тот, кто мог его убить, сейчас в розыске. В ожидании приговора подсудимые пребывают в бодром расположении духа и пытаются общаться с теми, кто по ту сторону решетки. Один просит перерыв по состоянию здоровья. Правда, замечая журналистов, чувствует неожиданный прилив сил. «Не, пожалуйста, я очень вас прошу, прям секунду». Виновными суд признал всех, двое получили условный срок, остальные от пяти до восьми лет лишения свободы. Того, кто еще полчаса назад пытался разбить журналистам камеру, берут под стражу в зале суда. Мужчина, который уже был судим, видимо, ожидал такого исхода. На оглашение приговора он пришел с большой сумкой. Но далеко не все обвиняемые готовы смириться со своей участью. Слишком суровым наказание сочли адвокаты. Возможно, приговор будет обжалован. У нас окончательное наказание назначено в виде семи лет лишения свободы. Мы не согласны с квалификацией его действий. Орган предварительного следствия считает, что он совершал разбойное нападение. Однако доказательств этому нет. По дальнейшему обжалованию планируем обсудить позицию со своим доверителем. И уже будем решать, подавать апелляционную жалобу или нет. Также суд постановил взыскать в троих обвиняемых в общей сложности почти полтора миллиона рублей. Но это не предел. За потерпевшими остается право потребовать со своих обидчиков компенсацию морального вреда. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Не май месяц, а скорее по значениям температуры октябрь. Жара отступила. Хочется надеяться, что ненадолго. Холода, накрывшие европейскую часть России, добрались и до Самары. Всю ночь и утро шел сильный дождь, а температура упала до 6 градусов. Днем воздух прогреется не более чем на 11-13 градусов. А в ночь на 12 мая местами вовсе ожидаются заморозки. Об ухудшении погодных условий говорят и в Главном управлении МЧС России по Самарской области. Сухосателем напоминают о правилах поведения во время сильного ветра. Находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. При сильных порывах ветра, чтобы избежать травм, лучше спрятаться в подъезд или подвал здания. Несмотря на похолодание, уже с 15 мая до конца лета в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Остался с носом, вернее, с весло носом. В реке Самара поймана необычная рыба. Вес трофея 7 килограммов. Для ловли удачливый рыбак использовал червя из спиннинг. Мужчина занимается рыбалкой около 50 лет. За все эти годы самым выдающимся уловом он считает сама под 90 килограммов. А вот экзотическая рыбка попала с его сети впервые. Из весло носа мужчина планирует сделать чучело и повесить его дома. Основной средой обитания этой рыбы является река Миссисепи. Кроме того, ее содержит в российских рыбоводных хозяйствах. Помимо Самарской области, в случае поимки весло носов регистрировали на озере Великом в Костромской области и Струговском водохранилище в Приморье. Ну а далее, коротко о других событиях дня. Прокуратура нашла виновников вспышки чумы свиней в Самарской области. Сотрудники надзорного ведомства установили, что глава фермы в селе Гремячка обращалась к местным ветеринарам еще в феврале. Но медики сигнал проигнорировали. Позже очаги заражения выявили еще в одном селе, во Владимировке. Чтобы остановить распространение заболеваний, специалисты изъяли из частных хозяйств и уничтожили более 500 свиней. Пострадавшим владельцам обещают выплатить компенсации за расчеты 90 рублей за килограмм живого веса животных. В Самарской области два подростка попали под электричку. Инцидент произошел вечером в среду, 10 мая, на станции Новоотрадная. Две девочки, студентки техникума, одной 17 лет, возраст второй, уточняется, торопились на электричку. В результате обе погибли на месте. На место происшествия выезжали следователи. Проводится проверка. В Самарском метро запретили фотографироваться и снимать на видео со вспышкой. Соответствующее постановление главы города опубликовано на официальном сайте мэрии. Теперь без разрешения администрации метрополитена запрещено снимать с применением вспышки и использованием осветительных приборов. Кроме того, граждан, отказавшихся от досмотра багажа, в зону транспортной безопасности не пустят. При этом льготники по-прежнему могут проносить багаж большого размера бесплатно. В Самаре для большегрузов до июня закрыли 15 улиц. Ограничение распространяется на улице Теневая, Восточная, 4-й квартал, Магистральная гаражная, проспект Кирова, Южное шоссе, Уральское, Кряжское, Новокуйбышевское, Аэропортовское, Страмиловское шоссе. Также тяжеловесный транспорт, нагрузка на ось которого превышает установленные значения на территории России, не сможет ездить по этим улицам до конца лета, если температура воздуха превысит 32 градуса. Между Самарой и Рождественной назначились дополнительные рейсы паромной переправы 11 мая в 19.00 из села до Октябрьского спуска, 12 мая в 22.30 в обратном направлении. Тарифы на грузопассажирские перевозки на паромной переправе можно уточнить на сайте Самарского речного предприятия. На урок вместе. Итоги федерального социального проекта подвели в Самаре. Цель акции привлечь внимание школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и развить так называемое инклюзивное образование. Это когда ученики с ограниченными возможностями здоровья ходят в обычные школы. Проекта хватило два десятка заведений Самара, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Что удалось сделать за год работы, расскажет Лариса Шалафаст. Учиться в школе на равных могут все дети, уверены организаторы социального проекта на урок вместе. В рамках акции школы разных городов страны при финансовой поддержке бизнеса оснащают необходимым оборудованием. В Самаре это 33-я и 101-я школы, где теперь есть интерактивные доски, специальные места для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Это хороший пример для остального бизнеса, что вопросы инклюзии, не только образования, инклюзии вообще, они должны решаться комплексно. И до тех пор, пока мы не поймем, что включение каждого из нас в жизнь общественную, социальную, политическую, невозможно, если мы это не будем делать вместе. Сейчас в Самаре порядка полутора тысяч детей с инвалидностью, и по-прежнему большая часть ребят учатся на дому. Обучение по программе инклюзивного образования проводит 139-я школа. Сейчас в учебном заведении наравне с остальными учатся 70 детей с ограниченными возможностями здоровья. Задача на ближайшее будущее – сделать инклюзивное образование более доступным. Родители имеют право выбрать любое образовательное учреждение. Он может прийти и сказать, я хочу учиться со своим особым ребенком, давайте говорить так, вот в этой школе. И наши педагоги, наши коллективы должны быть к этому готовы. Вот этот переворот сознания, он должен проходить и как можно более активно. Я все время говорю, что неизвестно, кому это вообще больше нужно. Тем деткам с ОВЗ или детям нормы, которые, попадая в такую обстановку, они особым образом меняются. Обсудить лучшие педагогические практики в инклюзивном образовании учителя самарских школ собрались на Большом общегородском совещании, итогом которого станут конкретные предложения для Министерства образования области, педагогического сообщества и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты будут готовы рассказать в следующих выпусках. Ничего не бояться. Прокуратура нашла рекламу наркотиков прямо на фасадах домов. Пополнение в благородном семействе Игуар Нуар подарила Самарскому зоопарку двойню. Письмо солдату. Пять ребят из Самарской области стали лауреатами Всероссийского детского конкурса «Эссе». На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok